Здравствуйте! С вами Юрий Зайцев. В эфире программа передача «Дождались». Олег Кононов, главный тренер Тульского Арсенала. Вы уже наверняка успели изучить всю биографию этого специалиста и перечитали весь шквал информации, который обрушился в пятницу. Поэтому далее мнение, мысли и некоторые новые факты. Предложение возглавить Арсенал было неожиданным, сказал Олег Кононов. Для болельщиков же это назначение было явно более предсказуемым, чем, например, уход Меодрага Божевича. Кононов кандидатура номер один, об этом писали с самого начала. Оленичев, Бородюк, Красножан, Кобелев, Рахимов, Черчесов. Странно, что в прессе не назывались фамилии Каррера, Слуцкого, Сарии и Клопа, хотя про Зидана шутки были. Кононов ожидаемо? Абсолютно. Можно сказать, не был готов, у меня были другие планы. Но Грамм Захарович убедил меня. Вот то, что клуб развивается, то, что нужно клуб дальше выстраивать. Радоваться или горевать? Безусловно, радоваться, исходя из реалий. Конечно, можно сколько угодно горевать по Божевичу, но что имеем, то имеем. Божевич имеет пару предложений и поэтому отказывается от контракта. У нас же есть главный тренер в лице Олега Кононова. Кононов – наилучший вариант для послебожевичья. Думаю, что Ахмат – это очень специфическая, прежде всего, республика, где принимаются решения, немного непонятные нам. То есть выбор тренеров Ахмата, вот если спросить в этом сезоне, для меня, например, странный. Кононов, понятно, они хотели выстроенную игру, но не дали ему никакого времени. То есть при первых неудачах Кононов ушел в отставку. Затем молодой Галактионов, совершенно без опыта, тоже моментально отработал несколько матчей и вылетел с этого поста. И сейчас Ледяхов, который долгое время был помощником, но вот в этом я еще хоть какую-то логику вижу, он знает специфику, грозную. Поэтому на Ахмат я бы здесь не закладывался. А что касается выбора по стилю, да, я считаю, что это подходящий выбор, потому что если мы хотим, чтобы Арсенал показывал красивый, интересный футбол, после Божевича Конона вполне логичное решение. Контракт на один год. Почему? По словам Кононова, дело в личных амбициях. Если я буду видеть, что я добиваюсь результата, то буду продолжать работать. Если буду видеть, что результата нет, то уйду. Как бы все логично. Любой срок, прописанный в контракте, честно говоря, как показывает практика, вообще мало о чем говорить. То есть это не более чем какие-то намерения. Тренеры у нас снимают, а они сами уходят и через два месяца при трехлетнем контракте. То есть это все-таки не более чем цифра на бумаге. Все это всегда решается, кому как будет надо. Нужные в большей или меньшей степени Расич, Максимов, Шевченко, Бурчану покидают команду. В обойме у Арсенала игроков еле набирается для выхода на поле. Молодежь? После Краснодара Кононову будет интересно посмотреть на Тульскую Академию. Так вот, трансферы, по словам Кононова, контракты с игроками Краснодара, бывшими игроками Краснодара, есть. Кто они? Большой секрет. В аборте с Жуазинью самые очевидные кандидаты. Но не исключается, что Кононов и руководство Арсенала готовят и сюрприз. Все-таки придется в очередной раз провести очень серьезную трансферную кампанию. И вот первое, что на вскидку просится сюда, это Жуазинью, у которого кончился контракт с Краснодаром, который еще не старый, который в России уже знает все, у которого еще и есть и российский паспорт. То есть для нас это было бы отличное приобретение. Плюс, наверняка, Кононов знает и молодежь Краснодарскую, которую мы не знаем уже в свою очередь. Вот, таким образом, да, хотелось бы увидеть игроков Краснодара в Туле. Трансферы – хорошо, но сохранить бы то, что имеем, Дамоклов меч висит или висел над Денисовым, Берхамовым, Хагушем. Кононов считает, что команду строить заново не придется, костяк есть. Значит, есть надежда, что квартет во главе с Максимовым – первая и последняя ласточка. Но. Есть большое «но». И об этом говорит сам президент клуба. Ряд игроков хотят увидеть у себя другие клубы. Факты со ссылкой на Гура Маджоева, старшего. По поводу Чаушича обращались клубы из Англии. По Кангва, Англия и Сербия. Второй вариант, конечно, сомнительный. По Сунзу кто только не обращался. Но стоп, Сунзу в арсенале два года, и все два года он в аренде. Почему по поводу зомбийца обращались в Тулу? Похоже, эти слова приведены не ради заголовков в прессе. Похоже. Повторюсь, пока просто похоже, что Сунзу останется в Туле. На это просто хочется надеяться. Вполне реально, они могут заиграть, но вряд ли это пример лига, например, может быть чемпионшим. С одной стороны, это все. С другой стороны, если есть интерес из каких-то, например, российских клубов или клубов Восточной Европы, то такие разговоры вполне могут иметь целью повышения цены на этих футболистов. Дзюба. Олег Кононов лишь ответил на вопрос, который при любом ответе, кроме «нет, Дзюба мне абсолютно не нужен», подразумевал заголовок «Оля Дзюба может перейти в Тульский арсенал» или Кононов заявил, что хочет купить Дзюбу. С уходом Дзюбы, Расича и Джорджевича в нападении остается лишь Гурам, а Джоев – младший. Нет, попробовать-то можно, но запасной вариант иметь нужно. Джорджевич отправился на сбор с «Зенитом» в «Симаку». Он может понравиться, тем более для Джорджевича это явно последний шанс в «Зените». Он будет рвать и метать. Что по другим арендованным? Есть еще Ткачев, Новосельцев, Обухов, Майга. Ткачев зарекомендовал себя отлично, показал себя, что он для «Арсенала» подходящий игрок, и он нужен. Если ЦСКА его не оставит, то, я думаю, однозначно он придет в «Арсенал» еще раз. Майга. В 45 минут, понятно, не показатель, но видно, что класс есть. И главное, чтобы здоровье было, тоже я двумя руками за. Обухов, один провальный матч, но там он не виноват. Тут надо смотреть, возможно, в резерв он подойдет, но не как основной вратарь, я считаю так. А Новосельцев не показал себя игроком уровня «Арсенала». Даже «Арсенала», к сожалению, не то, что уровня «Зенита». Поэтому насчет Новосельцева я, например, считаю, что он не нужен. Что касается Майга, то он заявлял, что не против остаться в «Туле». Это подтвердил и Гурам Аджоев. Восстановление полузащитника займет еще месяц. И «Арсенал», опять же, ссылаясь на Гурам Аджоева, хочет взять Майга, вероятно, в аренду. Иначе в «Туле» никак. Он произвел в свои 40 минут очень хорошее впечатление, поэтому мы его уже более-менее знаем, клуб его знает. Я думаю, что это было бы интересно и очень бы хотелось, чтобы, если вторая попытка будет, она продлилась дольше, чем первая. В конце капля статистики против «Арсенала». Кононов играл трижды, будучи тренером Краснодара и Ахмата. Выиграл дважды, один раз проиграл. Это две оплеухи по 0-3 с Краснодаром и 1-2 в Грозном. Тренер есть, работа идет. Пожелаем Олегу Кононову успехов. Быть может, все будет хорошо. Ну а у меня на сегодня все. Всем удачи, до следующей передачи.